Индуктор расположен под позвоночником. Если у нас есть задача увеличить пролиферацию, нам нужно стимулировать, что ребенок лежит, и индуктор у него располагается непосредственно на той зоне, которую мы хотим, без сдвига вправо или влево. Это справедливо для небольших сколиозов. Дудин в своем докладе говорил про профилактику сколиоза, но, к сожалению, у нас нет детей, которые еще нет сколиозов, нам тяжелых достаточно поступает, у маленьких детей, когда мы можем затормазить рост конкретного отдела подвозвоночного столба. То есть здесь такой селективности нет. Вот эти катушки, которые представлены, это для нижних конечностей. Причем на стенде у нас, вы видите, там еще старый образец аппарата, который вот уже древний, я уже не знаю, сколько лет насчитывал. Пять модификаций. Пять модификаций, да, вот Геннадий Васильевич. Вот стоит генератор. Вот этот новый, самая последняя модель уже заводского производства, питерское производство, под чутким руководством контроля Геннадия Васильевича Делась, это уже совмещен с персональным компьютером. Здесь все существенно проще. Медсестра вводит значение индукции постоянного магнитного поля Земли в той точке, где проводятся процедуры. Это необходимо, чтобы создать резонансные условия. Компьютер считает все сам. Дальше ее задача нажать на кнопку, процедура началась. Вот ребенок сейчас получает эту процедуру. Вот в том аппарате, который стоит, вот там эффект один написано, все существенно сложнее. Правда там альболитная? То есть медсестре приходилось, во-первых, измерять магнитометром, тогда еще старый был, одноосный, в этой плоскости, в этой магнитное поле, по формуле вычислять. Дальше при помощи вот этих четырех ручек и тумблера настраивать прибор. Это даже не плохой. Нет, это старый прибор. Сейчас мы переходим на новые модификации, они существенно удобные. Как говорил Валерий Васильевич Лезнев, фотографию которой я в своем докладе показывал, вам, клиницистам, нужен дуракоустойчивый прибор, чтобы была одна кнопка, чтобы подошел медик, включил ее, и тогда не будет никакой ошибки. Но это наша глобальная мечта, но мы к ней приближаемся. Правда, Геннадий Васильевич? Спасибо вам за это. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, просто в рамках доклада было неудобно спрашивать. Вот поясните. Сделано в том, что немножечко непонятно. Вы то употребляли полтора ТЭСа, когда... Нет, это речь шла о магнитном. Это в другом кабинете, я покажу. Это низко. Это низкое напряжение магнитное поле сравнимо с интенсивностью магнитного поля земного. То есть здесь идет речь о 50-100 микротесах. Это только разная частота. А частота зависит от того эффекта, который... Да. Ну, в любом случае, здесь мы этим аппаратом, на этих частотах, мы можем только немножечко стимулировать. Или подавлять. Почему подавлять? Патент, который у нас получен на великие конечности, вот почему, собственно, две катушки. У ребенка, который лежит, одна нога короткая, другая длинная. И вот, когда он лежит, коленный сустав располагается вот в этой зоне, в середине контура. Так вот, над длинной, в области ноги, которая удлинена, создается условие ионопараметрического резонанса ионов калия. Я говорю, что это отдельная лекция. Короткая же нога, там резонансная частота, магнитное поле настраивается на ионок кальция. Ну, попробуй в двух словах. Жизнь человека – цепочка биохимических реакций. Однозначно. Для того, чтобы реакция началась, зачастую нужен фермент, катализатор. Зачастую эту функцию выполняет ион кальция. Это как ключ к замок вставляется. Причем в организме человека очень много кальций-зависимых киназ. Абсолютно. Значит, мы настраиваем резонансную частоту на ион кальция. Есть фермент, который не включен. Мы возбуждаем, извините, в кавычках, вот этот ион кальция. И он быстрее запрыгивает на нужный рецептор и быстрее включает эту цепочку биохимических реакций. Не мы доказали, а биофизики доказали, что при этом можно получить плюс до 30%. Напротив, если мы настраиваем резонансную частоту на ион калия, у него становится, извините, плохо с головой. А калия существенно больше, чем кальция в клетке, внутри клетчатства. И он может запрыгнуть на рецептор, куда должен сесть кальций. Он не включит этот фермент никогда, но он не пустит кальций. Он рано или иду. И тогда получается, что мы замедляем те естественные процессы, которые происходят. В частности, вот там деление хондроцитов и так далее. Вот это несколько, может быть, сумбурное объяснение, но... Но вообще-то вот с точки зрения физики, когда клетка попадает в магнитное поле, то всегда повышается ее, ну, как бы ионная заряженность, так можем сказать. Она переходит на более высокоэнергетический уровень. Ну, вы знаете, что... А за счет чего вот такая избирательность? Нет, нет, мы сейчас будем говорить вот на разных уровнях. Вот после того, как мы в 99-м году познакомились с биофизиками, то есть мы пересмотрели, то есть вот те вещи, которые печатаются даже в учебниках по физиотерапии, про магнитотерапию, про магнитные поля, про механизмы действия, как оказалось, они весьма спорны. Вот те постулаты, которые нас в ВУЗе вкладывают, там, в ординаторию и так далее, от реальной рабочей механизмы, они зачастую отличаются. И поэтому я вам однозначно за счет чего не отвечу. Более того, еще раз повторяю, в докладе об этом говорил, заслуга летнего в том, что он нашел мишени в живом организме. Ну, казалось бы, магнит, там что-то должно магнититься, да? Кто-то говорит, что это движущая кровь, жидкость, которая двигается, она имеет, естественно, заряд. Но, в принципе, любой пион, кальция, калия, он имеет заряд. Если частица имеет заряд, она будет, на нее будет воздействовать уже вот магнитное поле, причем практически любой интенсивности. Ну, тогда последний вопрос, потому что очень много врачей работают все-таки больше, во всяком случае, на слуху или располагают это в своем арсенале. Это вот аппарат магнитно-лазерной терапии, в котором действие лазерного луча усиливается магнитным полем. Там никогда об избирательности не говорилось, просто этот аспект никогда не рассматривался? Я думаю, что никогда, потому что даже когда мы познакомились с биофизиками, мы говорим, что, ребята, у нас есть вот, у нас куча аппаратов магнитной терапии. МАТ, магнитер, маграфон, полюс, там, и так далее, которые могут выдавать разные... АМИД 0.1, 0.2, новый аппарат для магнитной терапии, импульсный у нас появился, очень мощный. Вот мы можем что-то подобрать, чтобы в эти параметры резонансные войти. Оказалось, не можем. Вот, собственно, нужна конструкция, которая может... Причем параметры, которые сегодня, вот, включены, вот, ребенок, девочка у нас лежит, на завтра они могут поменяться, потому что магнитное поле Земли, оно тоже имеет свойство, пускай пороговое у нас изменение 0.5 микротесла. Если меняется 0.5 микротесла, мы уже можем не попасть в коридор резонанса. Мы уже не получим никакого эффекта. Резонансы нужны абсолютно... И именно поэтому... Вот, Тамара, я бы, там магнитометр есть у нас? Последний тумбочек. Я вам покажу. Вот, вообще, идеальная ссылочка, потому что тут не одну частоту дают, вот этот прибор, а набор из пяти, разнесенных чуть-чуть, один относительно... Да, и поэтому, прежде чем, так сказать, ввести необходимые параметры, вот этот магнитометр стоит 60 тысяч рублей у того, тоже питерская, военная, кстати, у них даже цвет такой. Прекрасные, военные у нас умели делать. Можно ронять, можно колоть орехи. Так вот, обращаю внимание, здесь система трехпостная. Вот, смотрите, вот эта цифра, которая Т, вот это реальная цифра постоянного магнитного поля Земли, которая есть вот на той точке, которую я держу. У вас есть мобильный телефон? Вот просто, да, вот смотрите на эту цифру. Смотрите, что происходит. То есть у нас изменения идут, ну, уже практически в два раза. Если вы его включите, то эти изменения будут более серьезными. Давайте я сейчас продемонстрирую. Вот металлическая мастер-лунная или какая-то батарея. Вот, смотрите, что мы измеряем магнитное поле. Мы измеряем. На кушетке, где нет, нет? Нет, в том месте, где у нас проводится вот коленный сустав, коленный, спина, спина. Именно куда ляжет ребенок. И причем пришла уборщица, она решила тут помыть. Она решила отодвинуть кушетку. Там внизу может быть железобетонная балка. То есть иногда сдвига на 10 сантиметров достаточно того, что Тамара Ивановна ведет тот же параметр, но мы не будем получать результаты. И поэтому нам нужны вот эти вот метрические приспособления. Опять-таки, голубая наша мечта, чтобы все было автоматически. Чтобы включал точку, все измерялось, само настраивалось. Ну и тогда... Ну зачем там градиент будет большой? То есть там наоборот. Там наоборот. Там лучше, если конюнер скидя, да? Так, коллеги, я предлагаю выйти из кабинета, чтобы здесь два ребенка. Мы уже продолжим.